Всем привет! Меня зовут Роберт и вы на канале Роберт Росевский. И в сегодняшнем видео мы рассмотрим, что такое чат GBT и как вы можете использовать чат GBT для того, чтобы начать инвестировать и потенциально стать миллионером. И поехали! Для того, чтобы использовать чат GBT, нужно сначала найти его в интернете и чтобы найти его вы вводите чат GBT и сразу увидите, что выскакивает ссылка на чат GBT.com. Нажимаете Enter, заходите на сайт и на сайте можно увидеть, что чат GBT — это искусственный интеллект в текстовом формате, который может задать какие-либо вопросы, чтобы он дал более развернутый ответ в зависимости от того, насколько точен будет ваш запрос. И давайте посмотрим, что мы можем здесь делать чат GBT. Я уже заготовил заранее подобранные запросы, чтобы было легче посмотреть, как это все работает. Давайте перед тем, как спросить его, как начать инвестировать, посмотрим, какие простые запросы чат GBT может принимать и обрабатывать. Например, мы заходим сюда и вписываем чат GBT, предположим запрос, какие книжки ему полезно прочитать, чтобы начать инвестировать. И мы заходим сюда и нажимаем «Пробел» и смотрим, что он нам выглядит. Он необыкновенный инвестор, такие как, например, Бенжин и Грэм, «Разумный инвестор», отличие от обыкновенной акции и необыкновенные доходы. Торберт Киосаки, «Богатый папа, бедный папа», Бертон Маккио, «Случайная прогулка по Уолл-стрит», и Джон Богл, «Маленькая книга разумного инвестора». И вы можете использовать чат GBT для того, чтобы получить краткое описание данных книг, потому что мы все знаем, что часть книги полезна, но на это нужно довольно много времени, и даже если вы прослушиваете аудиокниги, все равно вам нужно находить для этого время, когда вы можете это делать. Поэтому можете, например, попросить чат GBT, чтобы он вам сделал краткое описание этой книги и вывел основные идеи самой книги. Давайте рассмотрим это на примере первой книги «Бенжин и Грэм, «Разумный инвестор». Мы копируем название этой книги и пишем «Бенжин и Грэм, «Разумный инвестор». И основные идеи. И как мы видим, чат GBT начинает там расписывать краткое описание самой книги и выдавать нам основные идеи. Он выдает нам шесть основные идеи для этих книги. Позже вы можете внести такой же запрос и, например, прочитать основные идеи писания данной книги. Это как один из таких способов использования чат GBT. Также его можно использовать для любых целей, которые вы только желаете, как, например, для обучения и также для развлечения. Например, если вы хотите в ближайшее время посетить Нью-Йорк, то вы знаете, какие места посетить Нью-Йорк бесплатно. Это тоже вы можете спросить чат GBT, чтобы не гуглить миллионы ссылок и пытаться найти что-то самому. И мы листываем и пишем сюда «Бесплатный». Ставим вверх. И отпишем. И вводим наш запрос. И придает нам список из таких популярных мест, которые вы можете посетить бесплатно. Первый из них это Центральный парк, потом идет Таймс-сквер, Бруклинский мост, Хайланг, Библиотека Нью-Йорка, Фейдер-центр и многое другое. Также вы можете, как я уже сказал, до этого внести такой же запрос на любой город. Вы можете внести количество, сколько вы хотите таких мест увидеть. Например, здесь в виде 10 вариантов или 20 или более, если, конечно, столько существует. Так что вы можете вводить довольно любые запросы. Но все мы здесь собрались для того, чтобы посмотреть, как чат GBT может помочь нам с инвестированием. И давайте посмотрим на это. Также небольшое отступление, что если, например, вам не понравился запрос и, возможно, вы хотите посмотреть, какие еще варианты на такой же запрос чат GBT может предложить, вы можете нажать здесь на кнопку, которая называется Regenerate. В большей части он регенерирует этот запрос и даст вам другие варианты по этому запросу. И как можно здесь увидеть, некоторые результаты уже немножко изменились, поэтому вы можете играться с этим и также можете посмотреть ваш предыдущий запрос, что было до этого и что он показал сейчас. Я думаю, возможно, словили себе на мысль, что было бы классно иметь такого помощника, когда вы, например, учились в школе или колледже, и вам нужно было написать какой-нибудь эссе на тему, где вам нужно внести много рассуждений, внести какие-нибудь, может, события, чат GBT также может справляться с такими действиями, как, например, написание каких-либо СО. Так что, если вы вдруг все еще учите в школе или в школе, то вы можете, в принципе, использовать его для таких целей. Если вам нравится это видео, не забудьте поставить лайк. Все это были примеры, грубо говоря, развлечения, а тем больше всех тем и инвестирования. И посмотрим, например, какие акции или вообще какой путь в сайт плеча GBT для начинающего инвестора. Я же публиковал некоторые запросы для этого, так что мы можем открыть их здесь. И, например, первый запрос, который я вам написал, какие акции американских компаний стоит купить новичку. И он выдал категории акций и также некоторые акции из каждой категории. Первый из них называется Blue Chip Stacks и, честно говоря, на русском «Голубые фишки». И в эти компании входят Apple, Microsoft, Coca-Cola, Johnson & Johnson. И, по сути, описание, что такое Blue Chip Company — это акции крупных стабильных компаний с длительной историей успеха. И такие компании обычно платят стабильные дивиденды. И большое отступление, возможно, вы все знаете, все эти компании, возможно, за исключение Johnson & Johnson. Эта компания была одной из первых по созданию прививки от короны. Но такие компании, как Apple, Microsoft, Coca-Cola, вы, конечно же, знаете. И большой факт — Coca-Cola — это одна из самых любимых компаний Уоррена Баффета. Уоррена Баффета, если вы не знаете, это человек, который имеет большее дивидендное портфолио и получает наибольшее количество дивидендов от акций. Дальше категории идут компании, ориентированные на дивиденды. Такие компании, как Procter & Gamble, Pepsi и Verizon. Дальше идут также ETF — это SPI и VTI. Мои персонально любимые ETF — это VOO, которые не включили в этот список. Но эти два — SPI и VTI — также довольно хорошие ETF. И напомню вам, что ETF — это, по сути, корзинка с компаниями, где вы инвестируете любую сумму в эту корзинку. И эта сумма распределяется по всем компаниям, находящимся в день. Обычно это компании, входящие в S&P 500, что означает, что любое количество денег, которое вы вложите в это ETF, разобьется на 500 самых популярных компаний в Соединенных Штатах Америки. Также дальше идут компании роста, такие как NVIDIA и Amazon. И, кстати, NVIDIA сейчас очень сильно складывает деньги в развитие искусственного интеллекта. И также она дает нам еще полезные советы для нынчеов, такие как делсификация, что значит, вы должны не вкладывать все свои деньги в одну акцию, а вкладывать по чуть-чуть в много разных или в ETF, чтобы ваши деньги развивались на множество акций. Также это долгосрочное мышление, что, грубо говоря, означает, что все акции так или иначе будут расти. Если, например, сейчас они упали или чуть-чуть поднялись, по перспективе на несколько лет они все равно будут расти. И последнее преследование обучения, что по большей мере означает, что чем лучше вы знаете компанию, и чем лучше вы знаете, как инвестировать, тем больше профита можете получить от инвестирования в целом. Дальше я написал такие дивидендные акции компании, стоит купить новичку. И он выдал мне такой список, как Procter & Lamp, Coca-Cola, Johnson & Johnson, Pepsi-Cola, Verizon, 3MM и 3MM это не то, о котором мы могли подумать. Это больше компания по производству промышленных материалов. И также он опять нам дает полезный совет. Поп-5 ETF. И, как вы можете видеть, здесь он привезен немножко больше тех, чем были до этого. И это VTI, SPY, QQQ, EM, VIG. Интересный факт насчет ChatGBT, что ChatGBT был подключен к интернету только до 2021 года. Что означает, что все запросы сделаны после 2021 года и по текущий момент, они генерируются из базы данных, которые ChatGBT взял до этого времени. Начиная с 2024 года, ChatGBT планирует подключиться к интернету. Так что все ваши запросы будут уже самые актуальные, которые вы можете только найти в интернете. Но также учитывая этот факт, что ChatGBT не был подключен к интернету, начиная с 2021 года. Даже если мы возьмем акции тех компаний, которые вам посоветовали, мы посмотрим на график, начиная с 2021 года и по текущий момент. Мы откроем, например, первую компанию Proctor Game.org и смотрим, что с 2021 года примерно здесь акция компании стоила 127 долларов и сейчас она стоит 171 долларов. То есть, купив эту компанию по, так сказать, совету ChatGBT, вы были в плюсе в этой компании. Также посмотрим дальше. Coca-Cola с начала 2021 года она тоже подняла с 48 до 72 долларов. Johnson & Johnson с 150 до 165. Pepsi-Cola с 144 до 172. И только компания Verizon, начиная с 2021 года и по текущему моменту упала, начиная с 2021 года и на то время она стоила 57 долларов, и вообще она стоит 41 долларов. В целом, те компании, которые вы могли купить по совету ChatGBT, начиная с 2021 года, были бы в плюсе и вы бы выросли своих денег. Я хотел бы напомнить, что я не являюсь финансовым помощником, если мы все видели только что вы делаете со своим мнением, и чтобы вы могли лучше понимать, как инвестировать или как начать инвестировать, но я ни в коем случае не являюсь финансовым помощником. Так что учтите этот факт. И может сейчас ChatGBT не является наилучшим помощником ваших решений. Я уверен, что через пару лет становится настолько видно, что вам не нужно будет вообще в принципе использовать Google-запросы. И если так подумать, то по факту даже сейчас легче написать что-то в ChatGBT, и если вы хорошо сгенерируете свой запрос с более количеством информации, то он в основном более лаконичный ответ, нежели вы будете скроить миллионы сайтов в поисках нужной вам информации. И вы в принципе, как я уже сказал ранее, вы можете использовать любых вещей, которые вы только можете подумать. Например, если вы хотите найти какие-нибудь хорошие наушники, вы можете написать «Самый популярный наушник на 2024 год по цене выше 550 долларов». Есть варианты, что он покажет вам самые популярные наушники на 2004 год, как, например, Sony VH1000XM5, Bose, Apple, Sennheiser, Bauer. И также вы можете редактировать такой запрос, например, вы хотите топ-10 таких наушников или какой-нибудь любой другой запрос. А тут интересный факт, что ChatGBT можно использовать на любых языках мира. Я также подготовил для вас запрос на языке хинди, то есть покупки игровой мышки на языке хинди. Я выдал мне такой результат на языке хинди. И я хотел поговорить, для всех, кто смотрел меня сегодня. Если вам понравилось видео, поставьте лайк, подпишитесь на канал, нажмите на колокольчик. И всем спасибо, всем хорошего дня и до новых встреч! Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok